Я полагаю, что несмотря на то, что этот закон о пропаганде направлен, конечно, в первую главную очередь против гомосексуалов, этот закон, как и многие другие законы, которые приняты, думаю, в последнее время, это универсальное орудие подавления, подавления и разделения, потому что, как ни странно, я бы сравнил этот закон с законом о запрещении курения в общественных местах, потому что как и в случае с этим законом пропаганды, так и в случае с законом о запрещении курения, совершенно искусственным образом задаются две группы населения, по отношению к которым можно осуществлять какие-то репрессивные действия. В одном случае это гомосексуалы, в другом случае это курильщики. И, кстати, это удивительное совпадение принятия этих двух законов примерно одно время не может не вызвать ассоциации, естественно, с нацистской германией 30-х годов, потому что примерно с такой же последовательностью примерно те же законодательные действия припринимались против гомосексуалов и курильщиков. Так что мы имеем дело с чистым, абсолютным механизмом репрессии, и к этому закону нужно относиться только так и никак иначе, ничего другого в виду здесь не имеется. И поскольку это чистый механизм репрессии, как и многие другие законы, то, конечно же, от него могут пострадать, и, к сожалению, уже, видимо, начали страдать гомосексуалы, но касается это всех нас, безотносительно к тому, какова наша сексуальная ориентация. В этом смысле, мне кажется, довольно странным призывы к тому, что именно гомосексуалы должны поднять знамя борьбы за свои права нет. Это касается каждого из нас. А бороться против этого закона и подобных должны все, не важно, каковы наши сексуальные пристрастия. И это принципиально важно, потому что следующий закон будет принят против курильщиков, против филосипедистов, против тех, кто носит оранжевые футболки или черные биджаки. Какие-то консолидированные действия формально существующих некоммерческих организаций, не еще геев или змеяных, или неформальных, конечно, их действия очень важны, потому что это та ситуация, когда голос преследуемых должен быть услышан предельно четко, и их позиция должна быть артикулирована предельно внятна. Это, безусловно, поможет всем нам в борьбе с этими тоталитарными средствами подавления всего и вся. Что же касается тех, кто понимает эти законы, ну что ж, всякий должен помнить про судьбу тех, кто репрессировал, становился репрессированным на следующее утро после подписания приказа о репрессии. В этом смысле история повторяется, и вот эти вот цепные механизмы уничтожения уничтожающих, они неизбежны. Я говорю об этом 5 марта, и нет лучшей даты, чем вспомнить о том, что происходило и произошло с теми, кто пытался установить предельно жесткие правила, кто пытался применить незаконные методы преследования невинных.